В 2019 году в Храмтаусском районе было сдано два четырехэтажных жилых дома на 96 квартир. В следующем году здесь планируется ввести два пятиэтажных жилых дома на 100 квартир. В рамках программы «Нур-Рожер» в воскресенье ключи от одного и трехкомнатных квартир получили 96 семей. Сразу своим событием счастливых обладателей ключей поздравил Аким области. На 18 съезде партии «Нур-Ротан» Ельбасы поручил усилить социальную политику и предложил масштабные меры по поддержке социально уязвимых слоев населения. В настоящее время в очереди на получение жилья в Храмтаусском районе состоит 1041 человек, в том числе 87 многодетных семей. Ни одна семья, нуждающаяся в помощи, не должна оставаться без внимания и поддержки со стороны государства. Мы будем продолжать работу по обеспечению граждан жильем. Он до сына у Розалин осмотрел квартиры многодетных и молодых семей, подарив новоселам бытовую технику. В свою очередь они выразили благодарность руководству страны и региона за развитие жилищного строительства, более чему сотни тысяч семей могут решить квартирный вопрос. Сегодня одна из девочек у меня получает квартиру, вторая попозже. Я мама при родах умерла у девочки, я двоих детей поднимала сама, сейчас я пенсионерка. Своей собственности у меня нету как таковой. Спасибо Акимату большое, социообеспечению, что нам помогают, поддерживают. Огромное им спасибо. Затем Акимобласть ознакомился с ходом возведения детского сада на 320 мест в 22 микрорайоне. Строительство объекта планируется завершить в 2020 году. Акимобласть поручил подрядной организации качественный срок сдать дошкольное учреждение. Считали на 600, 600, 500, потому что я говорил, слишком какое-то удовольствие под миллиард детский сад. Нет, 600, 500. Сейчас 600, да, потому что надо срезать. Ну вот он, именно такой будет. Ну заодно территория, благородие, надо быть нормальной. Следующим объектом посещения стала школа-гимназия на 600 мест, введена в эксплуатацию в августе 2019 года. При учебном заведении действует интернат на 100 мест. Школа оснащена интерактивными досками, столовой на 100 мест, спортивным залом. Он до сына Розалин провел здесь прием граждан, поручив Акиму района Нагамжану Алдеярову в рамках закона оперативно решить вопросы жителей, касающиеся получения жилья и земельных участков. Затем глава региона закончился сходом реконструкции центрального парка площадью 15 гектаров. Осмотрел стадион ДГОКа на 2400 мест, где созданы все условия для занятия спортом. Имеются футбольные, волейбольные, беговые площадки, спортивный комплекс с тренажерным залом, душем, помещениями, общей площадью 672 квадратных метра. На трибунах установлены новые сидения. В Копинском сельском округе он до сына Розалин ознакомился с работой газокомпрессорной станции номер 14. Краснооктябрьское линейное производственное управление АО «Интергаз Центральная Азия» занимается комплимированием природного газа по магистральному газопроводу «Бухара-Уральск», обеспечивая регион 3 миллионами 300 тысячами кубометров газа в сутки. Работу 130 человек и числа местных граждан. Аким области встретился с работниками производственного управления, дав положительную оценку их работе. В селе Тамды глава региона посетил среднюю школу, где получают знания 113 детей. В учебном заведении требуется спортзал, ПСДН и его строительство уже разработано. В связи с чем руководству района было дано поручение внести бюджетную заявку на выделение финансирования на следующий год. Хоть и сейчас местным населением, сельчане подняли вопрос, касающийся пастбищ. В связи с тем, что угодья за пределами села, занятые крестьянскими хозяйствами, жителям негде пасти скот. Ондасы Нуразалин поручил руководителю управления сельского хозяйства Кусайену Сарсимбаю Акиму района оперативно решить данную проблему. Благодаря взвешенной политике главы государства в Казахстане принимаются меры по улучшению благосостояния населения, повышению качества жизни и исполнительная власть готова оказать поддержку в решении проблем. Также Акиму области посетил животномоческий комплекс Туаактеп, где насчитывается 12 318 коров австралийской породы ангус. Предприниматель Оразак Самуратов рассказал, что заработная плата работников составляет 250 тысяч ненге. Для семейных скотоводов построено жилье. По итогам рабочей поиски Ондасы Нуразалин поручила Акиму Храмтаусского района активизировать работу по всем направлениям. Необходимо усилить работу в рамках поручений президента, обозначенных в послании по решению социальных проблем населения, созданию рабочих мест в поддержке малого и среднего бизнеса.